Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях понедельника 30 марта вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габиши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Сочи нашли тело одного из мальчиков, которых унесло в море в феврале. Тело обнаружено накануне на одном из пляжей Лазаревского района. Напомню, двух 14-летних подростков, которые переходили реку Псезуапсе, смыло в море во время шторма 25 февраля. Их искали спасатели и водолазы. Была задействована авиация, однако из-за плохой погоды поисково-спасательные работы постоянно приостанавливали. 10 марта активная стадия поиска была завершена. Карантин – это не повод отправляться в путешествие. Отели, гостиницы и санатории Кубани перестали принимать желающих переждать всплеск опасного заболевания в приморских городах. Постановление о приостановлении приема отдыхающих подписал губернатор края. Как будет исполняться распоряжение, краевые власти обсуждали на заседании оперативного штаба. Пустые номера, так и не дождавшиеся гостей. На предстоящую неделю один из отелей Геленджика был забит под завязку. Но от такого потока туристов пришлось отказаться на пользу самих же отдыхающих. Все бронирования отменяются, денежные средства возвращаются гостям. В выходную неделю многие почему-то посчитали дополнительным отпуском и начали активно резервировать номера в гостиницах и отелях на Черноморском побережье. Только в Сочи на 28 марта было забронировано около 80% номерного фонда. На курорты Краснодарского края собрались туристы из разных регионов страны. Чтобы предотвратить новые случаи заражения, потребовались жесткие ограничительные меры. Мы действуем, наверное, не только в интересах региона, мы в интересах других регионов страны действуем. Потому что при таком объеме отдыхающих, либо приезжих со всей страны, человек приехал автотранспортом, либо прилетел самолетом, либо приехал железнодорожным транспортом, здоровым. А уехать может в свой регион уже инфицированным. И он может, безусловно, увезти уже в свой регион вот эту инфекцию. Мы сегодня, коллеги, это решение приняли. А давайте теперь сделаем, чтобы мы могли его реализовать и достигнуть того результата, который мы изначально и поставили. Предотвратить распространение коронавируса на территории Краснодарского края. Постановление при остановке бронирования заселения в гостинице и отеле «Края» Вениамин Кондратьев подписал в ночь на 27 марта. Это, по мнению губернатора, избавило жителей и гостей кубанских курортов от искушения провести нерабочую неделю у моря. Здесь должно быть полное понимание, особенно тех, кого коснулись наши ограничительные меры. Я понимаю, что это бизнес, я понимаю, что это потеря прибыли. Но давайте лучше мы потеряем прибыль вот в эту неделю, чем мы потеряем прибыль во весь курортный наш летний сезон. И лучше мы сейчас скрутируем свой график работы и потеряем, да, неделю, эту неделю, но выиграем как минимум 3-4 месяца активных, естественно, прибыльных в наш летний курортный сезон. Еще раз подчеркиваю. Поэтому давайте подумаем о себе, о жизни и своей, и своих близких и родных. Потому что здесь это, наверное, в первую очередь вызвано ради этого, сохранение жизни жителей нашего края и всех, кто к нам приезжает. Однако это совсем не говорит о том, что те туристы, которые сегодня уже проживают в отелях и санаториях края, будут выселены. Речь идет исключительно о новых бронированиях. Затем, как исполняют распоряжение губернатора, будут следить специальные мониторинговые группы. С 28 марта, с самого раннего утра, мы организовываем такие в небольшом составе мониторинговые группы по всем территориям курортных наших муниципалитетов, в состав которых будут входить представители Министерства курортов, один, представители Роспотребнадзора, представители муниципального образования, представители участковых, ну или кого-то из коллег из полиции и казачество. Меньше контактов, больше шансов остаться здоровыми. Даже обычная прогулка в местах, где собирается много людей, увеличивает риск заражения. Не говоря уже о торговых центрах и ресторанах. Именно поэтому, согласно распоряжению губернатора, на неделю прекращают свою работу все развлекательные комплексы, парки и аттракционы. Кафе могут продавать еду только на вынос или через доставку. Ограничения коснутся и общественного транспорта. Перевозки на Кубани сокращены на 50%. Сообщения между Краснодаром и Сочи авиационные у нас приостановлены. Дальше сообщения электричками и поездами, в том числе между Краснодаром и Сочи, и пригородное сообщение электричками тоже скоординировано. Что касается внутримуниципального сообщения, тоже, коллеги, нужно его скорректировать с точки зрения того, что уменьшать частоту движения общественного транспорта в муниципальных образованиях. Единственное, что, безусловно, что корректировка работы общественного транспорта, она должна быть доведена до жителей. Это обязательно. И они должны знать, в какое время будет работать общественный транспорт. Из-за пандемии коронавируса Россия прекратила авиасообщения с другими странами. Это касается и регулярных рейсов, и чартеров. Исключение сделали только для тех, кто вывозит жителей страны из-за границы на родину. Однако самолеты прилетают один за другим, поток не прекращается. Таких безответственных граждан, которые только сейчас решили вернуться в Россию, Вениамин Кондратьев предложил сразу отправлять в пункты обсервации. Все, кто прилетает из-за границы, сегодня уже достаточно прошло времени. Поэтому я думаю, что сегодня и без того ситуация напряженная. Вот кто за месяц не смог вернуться домой, точно, если они возвращаются, то едут в обсервацию. Ашалович, мы юридически все это проработаем. Еще раз подчеркну, я готов писать постановление, что все, кто прилетает уже с завтрашнего числа в Краснодарский край, из-за рубежа, все едут не домой, а едут в обсервацию вместе с экипажем. Как правило, новый вирус привозят из поездок или заражаются им в людных местах. Жителям региона важно понять одно. Эта неделя в России объявлена нерабочей, чтобы остановить распространение коронавируса. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Предприятия Кубани увеличили выпуск дезинфицирующих средств в два с половиной раза. Одно из таких производств, которое перешло на усиленный режим работы, сегодня посетил губернатор края. Объемы выпускаемой продукции здесь уже возросли вдвое. На предприятии наняли новых сотрудников и увеличили часы работы. И теперь персонал работает строго с 7 утра до 7 вечера с одним выходным днем. Вениамин Кондратьев осмотрел цеха и лабораторию, где появляются новые виды средств для дезинфекции. Ваша производство сегодня просто, которое необходимо, как никогда. Вы уже в два с половиной раза увеличили объемы производства. И этого недостаточно, потому что сегодня нужны и не только антисептик, который у вас в большой упаковке, а в маленькой. Для того, чтобы можно было на руки и все. Это же сегодня первое, что сегодня люди ищут. Мы уже говорили, не только антисептик кожный должен быть. Для поверхности это же тоже сегодня очень важно. Сегодня дети у нас находятся, можно сказать, на карантине, в детских садах и в школах. Так вот надо успеть обработать и школы, и детские сады. И больницы тоже обрабатывать нужно. Для этого антисептик нужен в таких количествах, чтобы мы даже и не думали его экономить. Только на этом предприятии в сутки выпускают до 15 тонн дезинфицирующих средств. На складе производства уже создан запас сырья на три месяца. В первую очередь для того, чтобы обеспечить готовой продукцией медицинские и образовательные учреждения края. На сочинском железнодорожном вокзале вдвое сократилось количество пассажиров. Я напомню, в связи с угрозой распространения коронавируса внесены изменения в организацию всех видов пассажироперевозок. Сочинцы продолжают возвращаться домой из других стран и городов России. Возвращаются самолетами и поездами. И как оказалось, к побережью продолжают ехать и те, кто не живет в Сочи, а просто решил переждать пандемию у моря. Продолжит Ольга Десятого. На вокзале Сочи количество пассажиров хоть и сократилось вдвое, но все же они есть. Сотрудники железнодорожных ворот курорта работают в масках и перчатках. Пассажирам настоятельно рекомендуют пользоваться антисептиком. На первый путь прибывает поезд Москва-Адлер. Людей на перроне совсем немного. Полиция проверяет, прибывающих в Сочи. Откуда приехали и с какой целью. Евгений Павлович, тем более 1954 года рождения. Вас должны были предупредить, что в возрасте люди... Я понимаю, но маска не дает вам гарантии. Вы куда прибыли конкретно? Адрес можете назвать? Гостиница как назвать? Мы на частную секцию приехали. Вы знаете, что с постановления губернатора номер 129 закрыта вся гостиница. О распоряжении слышали, но, видимо, как это бывает, понадеялись на авось. Не надо сломать. На что надеялась эта семья, тоже неизвестно. Эти люди вернулись в Россию из Индонезии. 28.03 пересечение границы. А откуда вы приехали? Тут написано «Индонезия». Прилетели в Москву самолетом, оттуда поездом до Сочи. Как сами говорят, на карантин. У нас здесь ребенок учится в школе. Мы здесь уже 6 лет находимся. Мы решили для себя, что нам удобнее приехать в Сочи и здесь просто побыть, потому что мы здесь и работаем, и сам, ну, то место, где мы здесь живем, оно чуть-чуть побольше, чем московская у нас квартира. И поэтому мы решили, что здесь нам будет комфортнее. Мы, когда прилетели, нас проверили температуру. Все было очень четко, было много столов. Были люди, которые нам все объяснили. Мы спросили, можем ли мы сейчас доехать до Москвы, сесть в поезд и доехать до Сочи. Нам сказали, да, добираемся сейчас до дома и садимся на полный карантин. Но у Роспотребнадзора свой сценарий развития событий. Семью решили отправить на изоляцию в обсерватор под наблюдение медиков. Краевой оперативный штаб напоминает, что люди, которые вернулись из-за границы, должны две недели находиться в изоляции. Нарушение режима влечет административную ответственность. Сотрудники Краевого Роспотребнадзора уже выписали 40 штрафов. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью. Сейчас на домашнем карантине в регионе находятся 2892 кубанца. В обсерваторах размещены 42 человека. Три в Краснодаре и 39 в Сочи. В администрации курорта еще раз напоминают. В городе закрыты все гостиницы, магазины и кафе. Отдыха здесь не получится. Все на домашней самоизоляции. В мэрии еще раз просят отказаться от поездок в Сочи. В городе сокращено количество транспорта. Введены ограничительные меры губернаторам Краснодарского края. Вениме Ивановичу Кондратьеву по межрегиональным перевозкам. Внутри города мы сократили полностью маршрутную сеть до необходимого уровня. Три раза в день. Утро, обед и вечер. Проводится информирование прибывших гостей и жителей в город-курорт Сочи о необходимости соблюдать карантинные меры. О необходимости находиться дома. Люди, которые прибывают сюда с целью туризма, разъясняются, если они вдруг не получили разъяснение от своего туроператора, разъясняются нашими работниками, работниками полиции и Росгвардии на железнодорожных вокзалах о необходимости вернуться домой. В Краснодарском крае сократили количество электричек, отменили автобусные рейсы между городами, закрыто авиасообщение между Краснодаром и Сочи. На посту магрий поток автомобилей на въезд в Сочи снизился вдвое. Сейчас это около 2000 автомобилей в сутки. В основном въезжают местные жители. Все ограничения введены для того, чтобы у людей не было соблазна путешествовать или пережидать пандемию у моря. В конце прошлой недели на курорте было около 52 тысяч отдыхающих. Сейчас, по информации мэрии, осталось 21 тысяча туристов, которые, как и все сочинцы, обязаны обеспечить самоизоляцию. Добавлю, что всего в Краснодарском крае было зафиксировано 17 случаев коронавируса. 8 из них в Сочи. Двое пациентов в крае уже выздоровели и были выписаны. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Напомнить сочинцам и гостям города о том, что это неделя. Время для самоизоляции решили и на улицах курорта. Убедительная просьба вернуться домой. Вы сдержитесь от прогулок. Находясь на улице, вы подвергаете свою жизнь и жизнь других людей опасности. Такие машины будут курсировать по городу, причем не только по центральным улицам. Сочинцев просят не пугаться, а прислушаться к совету и лишний раз не выходить из дома. Соблюдайте режим самоизоляции. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Сочи переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 8, плюс 10. Все идет по плану. До срочного окончания учебного года у российских школьников не будет. Министерство просвещения страны опровергло информацию о досрочном окончании учебного года. Как утверждает ведомство, ложные сообщения распространяются в социальных сетях. Напомню, занятия в российских школах отменены до 12 апреля, а пока занятия должны быть организованы в дистанционном формате. В наших школах 70 тысяч 100 школьников, и они находятся на каникулах с 21 числа. С 16 марта дети находились в режиме свободного посещения. Каждый родитель принимал решение, посещать ли школу его ребенку. С 21 марта по 12 апреля включительно дети ушли на каникулы. Но ушли они не просто так, не с пустыми руками, а со списком литературы для чтения, заданиями по предметам и с полным списком тех интернет-ресурсов, которые могут помочь в самообразовании, в подготовке к государственной итоговой аттестации. Мы сейчас одновременно работаем над механизмом организации дистантного образования. Пионеры, конечно, на этом пути, причем все, не только город Сочи, все абсолютно. Раньше такого образования у нас было немного, и дети, которые были на дистанции, были обеспечены определенной техникой. Существуют сложности, конечно, но и с этим мы справимся. Каждая школа пойдет своим путем. Мы согласуем те приемы, те методы, которые будут в школах реализованы. Советуемся с Министерством образования, науки, молодежной политики Краснодарского края, с нашими коллегами из других муниципалитетов и Краснодарского края, и Российской Федерации. Наши учреждения дополнительного образования с 21 марта по 12 апреля включительно, также на каникулах. Не ведется занятие ни в центрах дополнительного образования, ни в детско-юношеских спортивных школах. Детские сады с 16 марта были на свободном посещении. Каждый родитель принимал свое индивидуальное решение. На сегодняшний день также свободное посещение у нас функционирует. В 76 детских садах сегодня у нас 59% детей на сегодняшний день. А в садах вообще воспитывается 26 с небольшим тысяч детей. С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. И не будут работать ни школы с дежурными группами, ни детские сады, ни, естественно, центра дополнительного образования. Призываем родителей быть ответственными за свою судьбу, за судьбу своих детей, за судьбу своих родных. Оставаться дома, не выходить на улицу без особой необходимости. Особая необходимость – это только продукты питания или лекарственные средства, которые необходимы семье. Не общаться с даже родными и близкими, друзьями, которые живут в других квартирах, в других домах. Оставаться изолированными. Все эти меры предпринимаются нашим государством для того, чтобы снизить масштабы распространения мировой пандемии, масштабы этой ужасной болезни. Мы сегодня с утра направили каждому родителю, а у нас семей таких более 96 тысяч, и школьников, и дошкольников, наше СМС-сообщение, в котором говорится об ответственности, и призываются все к тому, чтобы находиться дома, оставаться дома, помогать нашей стране, помогать семье самому и своим родным. Все ресурсы, о которых я говорила, списки литературы, бесплатные порталы для развлечения с целью саморазвития, для подготовки к предметам и к государственной итоговой аттестации расположены на сайте Управления по образованию и науке администрации города Сочи. На главной странице сразу открывайте сайт и можно найти рубрику «Проведи каникулы с пользой». Сегодня мы получили сообщение, что и единый государственный экзамен, и основной государственный экзамен будут перенесены соответственно на 8 и 9 июня. Мы информируем обязательно на сайте, обязательно информируем в соцсетях, на всех сайтах, не только на сайте Управления, и, конечно, в режиме WhatsApp-сообщений. По вопросу продления учебного года, пока мы не имеем сведений, к сожалению, но, естественно, если сроки ЕГЭ перенесены, наверное, логично будет думать, что и учебный год будет продлен. Мы, конечно, на особом контроле держим всех наших детей особого внимания. Детей-учетников, которые состоят уже по тем или иным причинам на внутришкольном учете, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, прозваниваются в семьи, узнаются, чем занимаются дети, как они проводят свое время. Коронавирус вмешался и в спортивные планы города. В Сочи из-за пандемии перенесли все спортивные мероприятия. В городе прекращена работа спортшколы и федерации. На сегодняшний день в связи со сложившимися обстоятельствами в городе Сочи отменены все спортивно-массовые мероприятия, все физкультурные мероприятия. Приостановлена деятельность всех спортивных школ города Сочи, работа всех федераций, всех спортивных организаций. И мы также, как и все, рекомендуем, чтобы сегодня все находились дома, для того, чтобы продолжили люди заниматься физической культурой, и для детей, и для лиц серебряного возраста. Мы в социальных сетях разрабатываем постоянно комплексы, наборы упражнений. И если человек зайдет на страницы в Инстаграм, на страницы в Фейсбук или другие социальные сети нашего департамента, то там можно будет для себя найти необходимый комплекс тренировочных упражнений и на домашнем, находясь дома, продолжить заниматься физической культурой. Поэтому, когда уже все это нас минует, когда все пройдет, и будет дано особое распоряжение дополнительное, мы, конечно же, продолжим заниматься физкультурой, спортом, но сегодня нужно посидеть дома, но при этом не забывать и о своем здоровье. Поэтому занимайтесь спортом дома, будьте здоровы. Все понимают, что любая беда, она когда-нибудь закончится обязательно, и поддерживать себя в физической форме, тем более, если это человек-спортсмен, это просто жизненная необходимость. Поэтому именно те комплексы мер, и наши тренеры, когда они работают удаленно со спортсменами, они в таком же режиме проводят тренировки, следят за спортсменами, проводят с ними обучающие также разговоры, общения. Поэтому наши тренера и наши спортсмены постоянно находятся в контакте. Просто сейчас мы перевели всю работу в удаленный режим. С 16 марта были отменены все соревнования. Количество, конечно, это большое, это и всероссийские, и международные, и региональные, и краевые. К сожалению, отменены такие крупные соревнования, как наша ежегодная велогонка, которая посвящена 75-летию победы. Отменена финальная часть ночной хоккейной лиги. Закрыт до особого распоряжения Югспорт, и все тренировки сборных команд России, к сожалению, тоже отложены, перенесены, либо отменены. Поэтому, конечно же, большое количество спортивных мероприятий, которые планировались провести в этот период в городе Сочи, они отменены. Надеемся о том, что часть этих соревнований, она не отменена, а перенесена на более поздний срок. И по возможности мы, конечно же, эти соревнования проведем, и также город Сочи будет тем местом, тем центром проведения спортивных мероприятий, как и было до того, как произошли эти не самые лучшие для нас сегодня моменты. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 30 марта 1945-го советские войска взяли Гданьск. Также наши воины вступили на территорию Австрии. Прорвана оборона немцев в северне Дуная и южнее озера Болотон. В Москве в честь этих побед были даны три салюта. Во время взятия Гданьска, важнейшего порта и военно-морской базы на Балтийском море взято в плен 10 тысяч немецких солдат и офицеров. В качестве трофеев захвачены 84 самолета, 140 танков, 45 подводных лодок, 306 паровозов. В это время войска Третьего Украинского фронта под командованием маршала Толбухина, продолжая наступление к западу от озера Болотон, овладели городами Зала Эгерсек и Кестель, а также заняли около 150 других населенных пунктов. Красноармейцы пересекли границу Австрии. А на Братиславском направлении занято более 450 населенных пунктов. Войска маршала Малиновского форсировали реки Грон и Нитра, прорвали оборону противника по западным берегам этих рек и продвинулись вперед на 50 километров. Стремительным ударом занят также город Камарно, крупный промышленный центр Чехословакии. В городе имеются судостроительные верфи, машиностроительные, снарядные и другие заводы. Советскими войсками захвачены большие трофеи. В это время союзниками занят Франкфурт на майне. Американская авиация продолжает бомбить север Германии. На побережье Северного моря массированным ударом подверглись верфь, где строились подводные лодки, а также нефтехранилища и портовые сооружения. В тылу в это время заботятся о весеннем севе. Газета «Правда» посвящает целую полосу материалам о соцсоревновании по проведению весеннего сева в сжатые сроки. Например, в Киевской области площадь посевов увеличилась на треть. В отдельных районах объемы равны довоенным. В Херсонской области засеяны 20 гектаров подсолнечника. А газета «Красная звезда» публикует фотографию, на которой боевые друзья, летчики поздравляют дважды героя майора Ивана Кожедуба, сбившего 60-й немецкий самолет над Одером. 30 марта родился советский авиаконструктор Сергей Ильюшин. Его самолеты, дальние бомбардировщики Ил-4 и штурмовики Ил-2 прославились в годы Второй мировой войны. В 1944 году конструкторское бюро Ильюшина приступает к созданию принципиально новой на тот момент реактивной авиации. Самолеты Ил-12, которые стали производить на следующий, после окончания войны год, позволили заметно увеличить пассажирские перевозки. Следом был разработан еще ряд пассажирских самолетов. Также 30 марта родился дважды герой Советского Союза Алексей Федоров. Он считается одним из создателей тактики партизанской войны во время Великой Отечественной. Когда в сентябре 1941 года в Черниговской области начались военные действия, он стал начальником областного штаба партизанского движения и командиром соединения партизанских отрядов области. Под руководством Федорова отряды партизан начали проводить первые боевые операции по уничтожению фашистов и их техники. Кроме этого, партизанское соединение выпускало листовки для населения оккупированных районов. К началу 1943 года под командованием Федорова было 12 партизанских отрядов. Это свыше 5000 бойцов. Соединение передислоцировалось на Волынь, расширив зону действий в гитлеровском тылу, помимо Украины, областями Белоруссии. Выдающейся операцией стал Ковельский узел. Партизаны под командованием Федорова уничтожили на линиях Ковельского железнодорожного узла 549 вражеских эшелонов с боеприпасами, горючим и военной техникой. Артиллеристы Южного военного округа завершили учение в Абхазии. На российской военной базе завершилось ротное тактическое учение с выполнением боевых стрельб. На завершающем этапе учения подразделения выполнили более 100 выстрелов из 120-мм минометов. Цели условного противника были уничтожены массированным огневым ударом из укрытий. Стрельбы проводились в ночное время в условиях горно-лесистой местности, в том числе из ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов «Пламя», орудий бронетранспортеров и артиллерийских гаубиц. Всего в учении приняли участие более 500 военнослужащих. Задействовано было 100 единиц военной техники. В общей сложности поражено около 900 различных мишеней и целей. После завершения учений подразделения на боевой технике совершили марш протяженностью около 100 километров от полигона Цабал к месту постоянной дислокации. Сочинцы могут подать заявку на участие в конкурсе «Доброволец России-2020». Прием заявок по 14 номинациям продлится до 30 апреля на портале «Добро.ру». В этом году конкурс проводится уже в десятый раз. Победители получат гранты до 2 миллионов рублей на реализацию проекта, а также образовательные гранты до 500 тысяч рублей на повышение квалификации. Грантовый фонд конкурса по сравнению с прошлым годом увеличен в два раза и составляет порядка 90 миллионов рублей. На первом этапе конкурсные работы оценят эксперты, а авторы лучших проектов будут приглашены на окружные форумы добровольцев. Финалистов конкурса оценят жюри и участники народного голосования. Церемония награждения пройдет в Москве с 3 по 5 декабря, сообщили в Краевом министерстве образования, науки и молодежной политики. Ежегодно в конкурсе «Доброволец России» участвуют тысячи авторов волонтерских и социальных инициатив. В 2019 году в число победителей вошли три кубанских проекта. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Это был последний выпуск программы «Новости Сочи». Телекомпания «ФКТ» прекращает свое обещание 31 марта. Мы работали для вас и вместе с вами. Надеюсь, увидимся еще. В студии была Инга Габешия. Всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok «Новости Состя». Спасибо за просмотр! Продолжение следует...